Бокер Тауф, продолжаем говорить об еврейском времени. Итак, мы сказали, что время это не пассивная матрица с оттисками наших действий, а это исходная энергия действий. И каждый момент он заряжен специфической энергией, помогающей нам достигнуть того, что нам требуется достигнуть в данный момент. Давайте попробуем разобрать конкретные примеры. И отмечая годовщину того или иного события, мы обычно думаем, что это событие произошло много лет назад, в это время, которое в силу такого совпадения заслуживает того, чтобы выделить его из будни. Например, Песох мы празднуем весной, поскольку исход из Египта произошел именно в это время. Так исторически сложилось. На самом деле тут обратная зависимость. Исход произошел в весенний сезон, потому что силы Всевышний наделил это время возможностью, необходимостью выхода из Египта. То есть так создал мудро Творец все, что именно в это время мы едим Мацу. То есть время — это причина. Мы помним, что Авраам Авин уел Мацу вперед Песоха. Хотя исход из Египта произошел гораздо позже, несколько столетий спустя. Энергия того времени года требовала Мацы, требовала Песоха. И в жизни мы часто встречаем людей, или иногда встречаем кто как, которым то, что мы говорим, они чувствуют время. То есть они вовремя что-то сделали. Ну, особенно в бизнесе это распространено. То есть он вовремя купил, он вовремя продал и так далее. Точно такая же история здесь, то, что мы приводим в наших духовных рассуждениях. Потому что духовный — это первоисточник. Всевышний наделил отдельных людей возможностью чувствовать бизнес-возможности, материальные возможности особо. И такие люди, они действительно, то, что мы говорим, им везет. Однако здесь есть большое «но». Как и в духовной, так и в материальной сфере ничего не дается даром. То есть мало чувствовать время. К этому надо приложить усилия, иногда очень большие усилия. Надо преодолевать препятствия, бороться с тем, что вдохновение потеряно, возвращать его. Это целая история. Но и там, и там это работает одинаково. Итак, возвращаемся к нашим еврейским праздникам. Порошат и Мор. Мы видим, что год представляет собой цикл, который состоит из неповторимых, уникальных... Мы сказали на одном из прошлых уроков, да? Milestone на английском слове. Пункт. Вот такой, представьте себе, линию, на ней пунктики. Вот он Песах, вот он Шавуот, вот Роша Шана, Йом Кипур, Суккот, Шминя Цехет. Потом более мелкие пункты. Пурим, Ханука. Еще более мелкие. Лакба Омер, Тубишват и так далее. То есть каждый вот такой пункт обладает определенным энергетическим зарядом. И вот наша с вами задача, эти волны энергии поймать. Но в отличие от остальных, скажем так, левдиль, да, разделяя остальных индивидуумов, которые считают, что принимать волны надо, сидя, медитируя, мы не медитируем. Мы учим, учим и учим. А что мы учим? Аллахот. Поэтому в Талмуде сказано, что не осталось в нашем мире Шхина, иначе как в Арбе Амод, то есть в четырех Амод, в четырех, условно говоря, условно шагах Аллахи. Да? Это все еще имеет более глубокое значение, но сейчас, если более по-простому, изучая Аллахот, мы понимаем и начинаем чувствовать внутри нас, вырабатываем вот эту интуицию уникальную, да, какую, как работает, если можно так сказать, да, Шхина в этом мире, божественное присутствие. Что оно от нас хочет, что оно нас ждет в разных ситуациях, почему. И многочисленные мнения, которые мы обсуждаем, да, это есть разные грани восприятия этой энергии, того или иного события, праздника и так далее. То есть каждый пункт времени требует от нас определенных усилий. И эти усилия на индивидуальном уровне и на общем уровне. И каждая жизнь — это как спираль, да, это как круг. То есть день нашей жизни, он требует определенной восприимчивости, роста, конкретного достижения. И нам предоставляются каждый день благоприятные моменты, которые больше не повторятся. Знаменитая фраза из книги Коэллет, что всему свое время. И есть свой срок всякой вещи под небесами. Какой вывод мы здесь можем и должны сделать? Практически. Давайте с вами подумаем, чем сегодняшнее мое утро, день, не знаю, когда вы слушаете, это вечер, сегодняшний день, скажем так, обобщенно, отличается от вчерашнего дня. Что я хочу успеть сделать, что у меня запланировано, а ничего не запланировано в голове. Хорошо, упорядочено ли, последовательно ли я в своих целях. То есть когда мы внутри нас дисциплинированно выстраиваем систему достижения цели в нашей жизни на основе Аллахи, на основе Тора и плюс еще материальные возможности, тогда у нас есть успех. Периодически, иногда нам нужно такое художественное вдохновение, да, здесь то, что называется брейнсторминг такой, да, там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, то есть что-то, что-то такое, что-то, да, вот, родить что-то, какую-то идею, какую-то концепцию. Но после того, как она рождена, она требует что? Дисциплины. Ни одна идея, концепция, талант ничего не выживет без регулярных тренировок. А что это за тренировки? Это цели, которые мы ставим. И поэтому в иерархии наших целей нужно, чтобы Тора у нас была центром, она была таким ядром. И вокруг нее все крутилось. И тогда успех будет там, где мы хотим приложить наши усилия. Учеба Торы, учеба Торы, работа, работа, бизнес, любого рода обучение, связанное с, допустим, межличностными отношениями, еще что-нибудь, везде будет успех. Если что, если будет последовательность и понимание, что эти цели для нас важны. Вот то, что называется на одной ноге, на кончике ножа, что можно вывести из глубин, глубочайших просто моментов нашей недельной главы. Субтитры создавал DimaTorzok